РАДИО БОЛТКОМ УТРА НА БОЛТКОМЕ 1837 года поэт ушел из жизни, случилось это в 1445, он скончался в Санкт-Петербурге в квартире на Мойке от ранения, полученного на дуэли с французом Жоржем Дандесом, и сегодня, кстати, будет очень много, я понимаю, и видеотрансляций из музея, дома-музея на Мойке Пушкина и всевозможных мероприятий в России будет проводить с памяти поэта. Также сегодня, если говорить о мировых событиях, вот в 1962 году состоялся обмен сбитого над территорией СССР американского пилота Гэри Пауэрса на Рудольфа Абеля, на советского разведчика, и фильм «Шпионский мост» с Томом Хэнксом, если кто помнит, пару лет назад был очень популярный, как раз был посвящен этому событию. Ну, а еще в этот день появилась 104 года назад наша замечательная латвийская актриса Эльза Радзиня, к сожалению, вот ушедшая из жизни в 2005 году, еще 110 лет исполняется Мстиславу Келдышу, знаменитому ученому с мировым именем, который родился в Риге. Вот сегодня не зря вот все-таки заканчиваю учеными, потому что мы поговорим о том, как о будущем нашей научной, может быть, элиты. Все ведь начинается с поступления в ВУЗ, и сегодня мы поговорим о том, как будут происходить поступления абитуриентов в этом году. С нами на прямой связи ректор Дагов Пилского университета Арвиц Ворщевский. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот каким будет поступление в этом году? Что самое главное для абитуриентов? Как их будут оценивать? Это будут вступительные экзамены, школьные экзамены, оценки, учитывая вот эту странную ситуацию с обучением заочным в этом году? Ну да. То есть вчера как раз буквально перед нашим интервью я переговорил с нашими представителями приемной комиссии, и в принципе они заверили и сказали, что особых отличий от предыдущего года на самом деле не будет. Потому что школы готовятся все-таки еще к централизованным экзаменам, да, и в принципе латвийские вузы также готовятся к приему, ну, учитывая оценки централизованных экзаменов. То есть три обязательных экзамена и один по выбору, если, скажем, вот человек, ну, будущий студент хочет поступать в вуз, где за дополнительный экзамен какие-то дополнительные пункты даются, то в принципе он может сдавать, но это не обязательно. Поэтому я думаю, что вот, несмотря на такую сложную ситуацию, как бы вузы готовятся, так как в прошлом году, по централизованным экзаменам, понимать, молодежь. То есть выпускники, значит, 12 классов сдают обязательно латышский иностранный язык математику и четвертый экзамен по выбору? Да. И нас заверили, по крайней мере, как нас заверили вот в управлениях образования, что они, ну, тоже реально готовятся, что эти экзамены будут. Когда начнутся, когда можно будет подавать, не сдвигается ли время, вот тоже здесь подача документов? Вот поэтому вопросы надо обязательно следить на сайтах вузов, да, потому что приблизительно это время известно, и оно будет больше сдвинуто в сторону августа, да. Но пока еще в феврале довольно рано говорить о точных, наверное, сроках подачи документов. Просто все следите на сайте, если вы выбрали какой-то вуз, следите, там эта информация обязательно будет. Ну, сами понимаете, ситуация развивается, ну, достаточно непрогнозируемо. Но я очень надеюсь, что к лету все-таки это все хотя бы как в прошлом году спадет и будет, может быть, более такая стабильная ситуация. Что нужно вот для выпускников все-таки, на что обратить внимание, какие-то, может быть, у вас есть советы, рекомендации о будущем абитуриентам для поступления в вузы? Потому что понимаю, что все-таки старшеклассники, выпускники, для них был очень такой стрессовый этот год. И многие, ну, скажем, на этом заочном обучении, дистанционном, они могли немножечко расслабиться. Вот будут ли усилены, ну, более с пониманием или вот такими же останутся строгими требования? Вы знаете, ну, это очень зависит, наверное, в целом от ситуации. В вузы в любом случае, вот в данной ситуации мы, как Далгаповский университет, мы готовы приспосабливаться к каким-то новым формам ситуации, какая будет к тому времени. Поэтому, как я говорил, особенно, ну, следите за сайтами, в сайтах вузов эта информация обязательно будет. И что надо, может быть, так, к чему готовиться? В целом подача документов будет централизована, она централизована. Ну, как в предыдущем году, можно подавать электронно через портал Латвия.ЛВ. По крайней мере, наши стараются максимально больше сделать возможностей, чтобы максимально больше можно было подать все в электронном виде, да. Но, возможно, какие-то нюансы, особенно если, может быть, это образование получено немножко раньше и так далее, когда реально можно прийтись посещать вуз. Но, в целом, таких кардинальных изменений мы не планируем по приему. И обязательно обращайтесь в приемные комиссии, вам все разъяснят, вам телефоны тоже все указаны на сайтах, будут. И сейчас можно посмотреть, то есть звоните, не бойтесь звонить, то есть это наша работа, отвечать на наши звонки и разъяснять, если какие-то непонятные ситуации. Как происходит коммуникация с Министерством образования? Существует ли какой-то диалог и держите ли вы какую-то связь, может быть, со школами? То есть, потому что понятно, что школы готовят этих абитуриентов, вы их принимаете. Вот есть ли какая-то коммуникация со школьной системой образования у вас? Конечно, конечно. Конечно, и с Министерством, скажем, на уровне вуза, мне как проректор, у него абсолютно никакой проблемы нет коммуницировать с департаментом, если нужно, даже с министром. Может быть, больше проблем возникает на уровне организации, скажем, ректорские советы и так далее, когда не всегда учитывается это мнение. Но чисто вот такая коммуникация, а это происходит, и с нашей стороны мы тоже пытаемся это как-то и использовать. Что касается со школами, со школами, естественно, тоже происходит коммуникация. Раньше, скажем, это было, может быть, более такая тесная, потому что очень много было и поездок в школы из вузов. Ну, сейчас, естественно, и в школах ситуация такая же самая, как в вузах, все на удаленном. Но эта коммуникация происходит буквально недавно. Я сам работал, ну, читал, ну, такое занятие проводил с школьниками Лепайской школы. То есть мы стараемся тоже контактировать, чтобы эти дети как-то и тоже немножко чувствовали, что они не оставлены вот в своей такой удаленной среде. А вообще, как происходит сейчас обучение в Далгавпилском университете? Насколько вот студенты вовлечены в процесс образовательный? Потому что ведь это какие-то ведь всегда были и семинары, и практические занятия, то есть, ну, вот, которые невозможно сделать по удаленке. Да, в принципе, процесс образования в Далгавпилском университете, как в большинстве, наверное, вузов сейчас, и мы перестроили довольно быстро. Это сложно, конечно, для преподавателей и все остальное, но мы перестроили на удаленный процесс. Те же самые семинарские занятия и так далее, в принципе, тоже происходят в удаленном режиме. Слава богу, вот платформы Zoom и другие позволяют это делать. Сложнее немножко с лабораторными работами мы стараемся использовать какие-то, ну, возможные варианты, в том числе из YouTube и так далее, чтобы это было визуально наглядно, как это все происходит и так далее. И в каких-то исключительных случаях, скажем, мои студенты, которые вот чисто абсолютно не могут без какой-то практической работы, мы договариваемся о каком-то конкретном времени, они, соблюдая все требования, они проходят и что-то, приходят и что-то в индивидуальном порядке что-то делают в той же самой лаборатории. Но это очень сложный процесс, и, естественно, что бы ни говорили люди о преимуществах, и очень много преимуществ в удаленном, но это никогда не заменит контакт реальный преподавателя, профессора и студента. И я очень боюсь, что вот этим студентам нашим вот сейчас этого немножко не хватает. Но, к сожалению, ситуация абсолютно такая во всем мире, по сути, все так же работают. Мне кажется, что всегда отмечается, что обучение студента, ну вот чем отличается студент от учащегося школы в большей какой-то самостоятельности студента и вот мотивированности, потому что школьников всегда упрекают в том, что когда приходят первокурсники, самое сложное для них, наверное, вот я вспоминаю свой первый курс, когда нам говорят, что ребята, вы должны сами себя контролировать. Вот никто вас не будет тащить за уши, никто не будет там за вами бегать, как было в школе, там учитель все время что-то проверяет. Вот этот момент, то, что сейчас школьники оказались на вот таком удаленном обучении, все-таки вот это говорит о том, что люди, ну те ребята, которые более самостоятельно привыкли работать, у них есть преимущества, они более, ну им легче вот в этой ситуации. Да, вы абсолютно правы, потому что на самом деле, особенно нынешнее поколение, которое выросло в дигитальной среде, по сути, мне кажется, им еще больше сложнее. Конечно, им легче может быть сейчас в удаленном режиме, да, но им сложнее реально почувствовать вот специфику вуза. И я на первом занятии, на первой встрече с студентами всегда тоже вот это говорю, что ребята, вы поймите, что вуз это не школа, да, что в вузе очень много чем отличается и очень зависит именно, как вы правильно сказали, от вашей мотивации. То есть как вы сами сможете сорганизовать свою работу. И, например, для первого курса пока вот не было этой абсолютной удаленки, я сам, например, своим студентам, так как я одновременно профессор и административный работник, то есть я тоже не всегда доступен, когда студент хочет со мной пообщаться. Так я, например, вообще начал для первого курса, мы начали такую форму ночные семинары, когда в лабораториях мы остаемся, скажем, на ночь у нас есть такой центр загородней Илгас, где мы вот со студентами уезжаем, и, скажем, там до двух, до трех ночи я как бы доступен, они работают со своими темами, да, и я могу им что-то рассказать, я могу какую-то презентацию поставить там про экспедицию какую-то, рассказать, чтобы как-то их заинтересовать. Потому что реально в школе учитель больше контролирует, а тут контролирует сессия больше, да. Ну, конечно, кроме семинарной и лабораторной занятий, где происходит вот такой более тщательный контроль. Это сложно им. Вот как раз есть такая печальная статистика, что около половины, вот я не знаю, это действительно так или нет, по-моему, это данные, которые приводил Арвил Ашер Аденс, что половина студентов так и не заканчивает вуз, ну, где-то вот одна вторая часть, что действительно ли это так, что не хватает сил, желания, мотивации? А вы знаете, это очень зависит от программы. То есть есть программы, в которых какая-то часть отсеивается, но в любом случае не такая большая. Но есть программы, где нужна, скажем, высшая математика, там, IT, математика, там, и так далее. Вот по этим сложным программам очень часто, да, довольно много отсеивается. Но в чем я не соглашусь с господином Ашер Аденсом, что на самом деле это может быть неплохо, потому что, ну, что нужно тащить, чтобы не портить статистику, нужно тащить и тех, которые, может быть, ну, абсолютно не способны, скажем, к этой специальности. Лучше пускай, может, переходят в другую, где-то учатся там, где они смогут. Поэтому и на самом деле, скажем, в той же самой Германии, если посмотрите, начинает там 200 студентов, заканчивает иногда 20, да. То есть 20, но хороших, очень хороших, да. И поэтому, вот, мне кажется, что эту статистику надо довольно трезво смотреть. Может быть, не суть в количестве, но суть в качестве должна быть у выпускников. Ну, это мое мнение. Ну, я понимаю, что речь там шла еще и о том, чтобы лучше, ну, этот отсев происходил больше в школе, чтобы уже старшеклассники более четко понимали, чего они хотят. То есть то, что получается, что старшеклассники, они не совсем могут четко сформулировать свои, как бы, стремления, желания, и они поступают, не нравятся, значит, они меняют профессию, что, вот, дескать, уже вот мотивировать, понять в 12 классе, куда, кому поступать более целенаправленно. Как вы считаете? Вы знаете, это было бы, наверное, идеально, но, мне кажется, нереально. Нам надо все-таки учитывать особенности нынешнего поколения, то есть поколение, которое уже выросло немножко в другой среде, как, может быть, наше поколение, и сейчас все сложнее. То есть детям, школьникам, старшеклассникам или выпускникам настолько много информации, что им даже, они иногда теряются в этой информации, и им очень сложно понять, что они хотят. Я, вот, я говорил, что я только что слепо, я общался, я довольно много сам пытаюсь общаться со школьниками в разных вот таких занятиях и так далее, и когда, очень часто я спрашиваю, сколько из вас знают, что вы будете делать после окончания школы, через пару месяцев уже, да, а, дай бог, три-четыре руки из класса поднимаются, которые могут сказать, что они знают. Я, ну, в наше время трава зеленее была, конечно, но я, например, с четвертого класса знал, что я буду биологом, да, а сейчас я не упрекаю детей, школьников в этом, то есть они живут в абсолютно ином времени, в иной ситуации, и им очень сложно понять, чего они хотят. И поэтому то, что, скажем, есть какой-то достаточно большой отсев, это не самое страшное. Скажем, если он получился полгода и понял, что математика ему, ну, не позволяет дальше как-то продолжать, ну, пускай идет учиться какую-то другую специальность, ему легче будет вот через полгода уйти, нежели потерять там год-полтора, и тогда только понять, что надо что-то другое делать. Чисто вот с такого рационального, мне кажется, это не самая большая проблема в системе высшего образования, но детям трудно довольно. Мы все время говорим вот о поступлении наших латвийских абитуриентов, а между тем вот пришла, по-моему, новость по агентству Лето о том, что, по-моему, в университет Страдене якобы 16 на 16 процентов выросло количество иностранных абитуриентов, и что большой интерес там из Германии, Норвегии. Вот как вы считаете, иностранные студенты для Латвии это достаточно перспективно? То есть, учитывая, кстати, что они могут, ну, пока такая ситуация, жить у себя на родине и обучаться удаленно? Нет, ну, как для ВУЗа, который на этом зарабатывает какие-то деньги, хотя бы, ну, это, конечно, есть возможности, это, наверное, нужно так делать и так далее, но если посмотреть для страны, ну, конечно, эти люди, которые поступают, ну, в большинстве все-таки случаев, они возвращаются обратно в свои страны, и страна от этого большого прибыли не имеет, но, несмотря на это, все равно это очень важно, и сам процесс интернациализации и так далее, образование, но там очень разные ситуации, скажем, со стран где-то как Ближнего Востока, там, Восточной Азии, да, они, может быть, и стремятся остаться где-то у нас, или потом уехать в ту же самую Германию и там работать. Палка с двумя концами, но это нужно делать, в любом случае, это один из видов выживания, потому что мы сами понимаем, что демография в Латвии такая, какая есть, и правительство делает все, чтобы она была хуже, но, к сожалению, сможем мы только вот на них как-то протянуть, я имею в виду экономику дальше. Ну, ситуация с вот такой рабочей силой очень актуальна. Наруска уехал. Ну, и, может быть, уже заканчивая разговор, вот что бы вы сказали молодым ребятам, которые сейчас еще заканчивают вот 12 класс, раздумывают над тем, куда подавать документы, как свою судьбу организовать, вот ваше пожелание, мотивация, может быть, для этих ребят? У меня всегда стопроцентно готовое пожелание, что я всем всегда говорю, что, особенно ребята, если слушают сейчас, а не родители, которые слушают, ребятам я всегда говорю, что слушайте вот зов своего сердца, то есть то, что вам интересно, то, что вам нравится, идите учить только вот туда, а не то, что говорят там, извините, мама, папа или учитель, что там будут большие возможности, это популярно, это модно. Как правило, ребята, которые идут учиться по своему интересу, они заканчивают, и, как правило, они находят работу по своей специальности и так далее, потому что у них в глазах искорки. А если ты приходишь, тебе это неинтересно, но ты учишься только из-за того, что, может быть, тогда найдешь рабочие места и так далее. Ну, по социальным наукам, экономисты, юристы и так далее, сколько с высшим образованием. Это очень хорошо, то есть человек с высшим образованием, он мыслит по-другому уже, но не все они работают в специальности, только из-за того, что многие пришли из-за того, что это модно. Вот идите по зову сердца, и увидите, вам будет намного легче учиться, и потом найти работу, и продвигать себя. И, конечно, вы двигаете цели в жизни своей, и хотите их достичь. И у вас все получится. Верьте в себя, в свои силы. Спасибо большое, ректор Даугавпилдского университета Арвиц Борщевский. С нами был сегодня с утра на прямой связи. Спасибо вам, господин Борщевский, хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. Всего доброго. Мы продолжим тему образования, поскольку еще мы поговорим как раз-таки о том, что происходит в школах, и каким образом там происходит подготовка к вступительным экзаменам. Поговорим мы об этом с директором Рижской 40-й средней школы Еленой Ведищевой, но это произойдет через небольшую паузу. Вы слушаете Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В девятых классах пока мы говорим о том, что экзамены будут заменены диагностирующими работами, но окончив основную школу, перед выпускниками девятых классов встанет вопрос, где они дальше продолжат образование, продолжат ли они образование. Поэтому вопрос о поступлении в десятый класс, вопрос о поступлении в техникум и колледж, он остается открытым, поэтому всем выпускникам девятых классов и им родителям я бы хотела посоветовать не откладывать в долгий ящик и уже сейчас знакомиться с требованиями к поступлению в следующую ступень образования. То есть какие правила приема, нужно ли будет сдавать вступительный экзамен, нужно ли будет предоставлять только свидетельства с годовыми оценками, уже сейчас начать серьезно выбирать то направление, в которое будет поступать выпускник девятого класса. Ну а для двенадцатиклассников еще более трепетный момент. Да, у нас чуть-чуть подвисла связь. Еще более, я понимаю, трепетный момент для выпускников двенадцатых классов, но вот сейчас подождем секундочку, получится ли у нас восстановить связь. Я напомню, что действительно выпускники двенадцатых классов не обязаны будут сдавать четвертый по выбору экзамен и централизованные проверки по иностранному языку состоятся в мае. Поэтому вот весенние каникулы, если что, напоминаю, с пятнадцатого по девятнадцатое марта. Ну а мы будем пытаться связываться, продолжать наш разговор. Тут, к сожалению, возникли технические у нас проблемы со связью. Я бы предложил все-таки даже продолжить по телефону наше общение. Попрошу звукорежиссера набрать, может быть, по телефону, потому что тут вряд ли мы сможем в зуме продолжить общение. Я напомню, что директор Рижской сороковой средней школы, член Ассоциации руководителя образования Елена Ведищева, вот мы с ней пытаемся связаться, и выпускникам двенадцатых классов обязательно нужно будет сдавать три экзамена. Это латышский язык, иностранный язык, математика и четвертый экзамен по выбору. Но его нужно будет сдавать для поступления в ВУЗы. Я надеюсь, что, в принципе, такие планы у наших двенадцатиклассников, опускников в школу тоже будут. Да, ну, пока мы пытаемся связаться, я еще раз напомню, что экзамены для девятых классов не состоятся. А для первых учеников первых-вторых классов возобновляется очное обучение. Они вернутся за парт, и вот остальные пока дети, начиная с третьего и по двенадцатый класс, будут продолжать учебу в дистанционном формате. Между тем, вот даже сама министр образования Елга Шуплинска признала, что качество дистанционного обучения ниже, чем очное. Ну и понятно, что больше всего страдают маленькие дети, потому что среди маленьких детей, вот, к сожалению, 50% материала только усваивается. Между тем, мы восстановили связь. Здравствуйте еще раз, Елена. Добрый день, да. Да, вот у нас были технические моменты, как раз на том моменте, что вот для выпускников двенадцатых классов наступили вот самый ответственный момент. И дальше вот у нас связь прервалась. Да, самый ответственный момент, потому что во многих вузах процедура поступления и отбора абитурентов уже началась в декабре прошлого года. И очень важно внимательно почитать правила приема, посмотреть, какие документы нужно подать, в какие сроки нужно подать. В том числе, посмотреть, требует ли вуз какой-то еще дополнительный экзамен, кроме трех обязательных экзаменов, оговоренных в нашем государстве. Один иностранный язык, еще раз повторю, латышский язык и математика. Как, в принципе, происходит у вас, вот если говорить про вашу конкретно сороковую школу и, может быть, ну и другие школы, диалог и с Министерством образования, и держите ли вы какую-то связь с высшими учебными заведениями, чтобы понимать, какие требования для абитуриентов, что будут требовать от поступающих вузов в этом году? Диалог с вузами, конечно, поддерживается, и в этом смысле все очень зависит от активности самого вуза. Вузы заинтересованы, естественно, в том, чтобы к ним поступали выпускники, поэтому проводится огромное количество мероприятий, на которых онлайн выпускники 12 классов могут познакомиться с вузами, могут познакомиться с правилами приема в эти вузы, могут задать вопросы. Вузы проводятся целые мастер-классы о том, как оформляются документы для того, чтобы их подать в вузы. Министерство образования тоже поддерживает этот диалог. Другое дело, что нужно помнить об академической автономии. Сколько вузов, столько правил приема. Поэтому нельзя, прочитав правила приема в один вуз, принести их на другой вуз. Нужно внимательно обратиться к правилам приема каждого вуза, который попадет в поле зрения выпускника 12 класса. Что бы вы посоветовали для выпускников, кроме того, чтобы обратить очень внимание на эти правила, что нужно им принимать во внимание? Потому что когда мы говорили буквально некоторое время с ректором Дагов Песского университета Арвицем Борщевским, он сказал, что, к сожалению, действительно ребята очень многие все-таки плохо понимают, чему они хотят учиться. И, может быть, в отличие от более взрослого поколения, когда уже чуть ли не с первых классов человека настраивали на определенную профессию, получается, что мы выпускаем из 12 класса, и еще не знают эти уже достаточно взрослые ребята, чем они хотят заниматься, куда поступать. К сожалению, это действительно так, потому что многие откладывают ответ на вопрос, чем я хочу заниматься, когда я хочу поступать до последнего звонка. К счастью, уже третий год в Латвии идет достаточно широкий проект, европейский проект по поддержанию карьерного образования. И во многих школах Латвии работают специалисты по карьерному образованию с правом консультирования, которые могут даже предоставить индивидуальную консультацию, помочь выпускнику разобраться в том, какие у него способности, к чему у него больше склонности. Помочь ему ответить на какие-то вопросы за и против какого-то вуза, познакомиться с программой, которую предполагает вуз, обратить внимание, что есть академические программы и есть профессиональные программы. Чем они отличаются? Я бы рекомендовала обратиться к карьерному консультанту не в 12 классе. Работу с карьерным консультантом надо начинать до 12 класса, желательно начинать ее уже с 8 класса, по той причине, что с 1 сентября 2020 года началась реформа содержания образования средней школы. И эта реформа уже предполагает, что поступая в 10 класс, ученик будет выбирать в том числе предметы, которые он будет изучать углубленно. То есть выбор направления, по которому пойдет дальше ученик, начинается задолго до окончания 12 класса. Помочь в этом бесспорно в первую очередь может карьерный консультант. А кто это такой? Он при школе или это частные какие-то, не знаю, карьерные консультанты работают? Если школа участвует в терапевтическом проекте, то при школе есть один, а то и два карьерных консультанта. Есть самоуправление, которое финансирует карьерного консультанта, независимо от участия в проекте. Есть также частные предприятия, которые предоставляют услуги карьерного консультанта. Как говорится, всю информацию об этом также можно получить в школе. И если в школе нет карьерного консультанта, то обязательно ответить на этот вопрос помогут либо заучи, либо психологи, которые тоже помогают многим ребятам понять, к чему у них больше склонностей и где они реализуют себя более эффективно. Мы тоже с господином Борчевским обсуждали момент, что, оказавшись на удаленном обучении, в принципе, учащиеся примерно оказались в той же позиции, что и студенты. То есть как раз-таки студентов вузов говорят, что они больше должны быть самостоятельны, их меньше контролируют. Здесь очень играет важную роль мотивация и самодисциплина. Но вот вам не кажется, что вот этот последний год, в принципе, учащимся приходится проявлять вот эти вот качества? И что делать, если не у всех это получается? Что возможность, ну вот когда можно не идти в школу, можно как бы присутствовать на уроке дистанционно, но при этом, ну, не особенно следить, то есть в классе учитель больше может заметить отсутствующий взгляд или как бы лодыря. Вот что делать с тем, у кого не хватает этой самоорганизованности? Конечно, самоорганизация, самоуправление любыми процессами – это дело очень сложное. Некоторые люди до пенсии этому не могут научиться. Но, к счастью, в данной ситуации, при всем при том, что мы находимся на удаленном обучении, нужно искать поддержки и помощи у персонала поддержки школы, у психолога, у социального педагога. Нужно понять, в чем проблема. Проблема – встать вовремя с утра, проблема – распланировать свой день. То есть все начинается с того, что сам ученик, в том числе и 12 класса, четко должен понять, в какой момент у него не хватает силы воли. Знаете, это замечательное выражение. Сила есть, воля есть, силы воли нет. В какой момент появляется эта слабость, это желание подключиться к группе, выключить микрофон, выключить камеру и спокойно пойти дальше спать. Потому что вроде бы как на уроке присутствуешь, а толку от этого присутствия, говоря, никакого. Ни в коем случае не самоизолироваться, ни в коем случае не прятать голову в песок. Решение любой сложности, решение любой проблемы начинается с ее осознания, с ее формулировки самим человеком. Для тех, кто собирается все-таки поступать в ВУЗы, вот эти экзамены, которые должны проходить в конце учебного года, как здесь получить, может быть, помощь или кому можно обратиться, если опасаются, что за год не получили они достаточно знаний или сомневаются в качестве своих знаний, ребята? Вот есть два направления. Дело в том, что, невзирая на то, что мы работаем на удаленке, консультации по предметам в школе проходят. Да, они проходят удаленно, но они проходят. На этих консультациях можно и задать дополнительные вопросы, и протестировать себя по экзаменам предыдущих лет. И ведущие, самые большие ВУЗы Латвии предлагают тоже дистанционные курсы подготовки для выпускных экзаменов в том числе. Не только курсы подготовки по поступлению в ВУЗ, а именно по подготовке к централизованным экзаменам, государственным экзаменам. Да, эти курсы будут онлайн, но они предоставляются профессиональными преподавателями в ВУЗовскими. И последние годы об этих курсах отзывы очень положительные. В любом случае это обойдется значительно дешевле, чем работать с частным преподавателем. Скажите, вот сколько еще может выдержать система образования, удаленное обучение, чтобы не случилось какого-то... Знаете, вот когда количество переходит в качество, какой-то критический момент, и что станет дальше с этим поколением, у которого полтора года было удаленного обучения? Тут, конечно, очень важно мониторинг качества образования и мониторинг неудаленной качества образования. В противном случае мы получим как в той песенке «Папа у Васи силен в математике». Нужно понимать, какие конкретно базовые компетенции, какие знания, умения, навыки освоили наши ученики на удаленном обучении. Этого сделать на удалении достаточно сложно. Будь уверенным в том, что задание выполняется честно и самим учеником, это тоже сложно. Поэтому я предполагаю, что когда закончится удаленка, первая задача – это будет мониторинг качества образования. И я уверена, что чем дольше мы находимся на удаленном обучении, тем больше вероятность, что качество образования падает. И падает мир к тому, что ребята плохо работают или не хотят учиться, по той простой причине, что уменьшается, на мой взгляд, единственная, но очень важная специфика очного обучения, которая сохранилась на данный момент в интернет-поколении – это социально-эмоциональное воспитание, социально-эмоциональное обучение. Грубо говоря, тактильный, зрительный контакт с живым человеком. Каким образом этого достичь? Я даже не представляю себя. Поддерживают ли контакты, например, ребята из одного класса? Есть ли у вас такие данные вне школы? Я имею в виду вне дистанционного обучения. Учебного процесса. Да, учебного процесса. Я должна отметить, что на удаленном обучении ребята великолепно развили сотрудничество. Такое предметное умение, как сотрудничество, групповое выполнение контрольных работ и заданий у них просто получается великолепно. Только не знаешь, как отменить конкретные выполненные задания. А вот умение работать в группе – просто молодцы. Ребята общаются вне учебного процесса. Но это общение приобретает тоже свои какие-то, как говорил Владимир Ильич Ленин, загибы и перегибы. По той простой причине, что если у ребенка на очном обучении создалась своя группа интересов, создалась своя группа товарищей, то он продолжает общаться с ними и на удаленном обучении. Если ребенок был инстовертен, если ребенок не поддерживал контакты, если у ребенка не было своей группы интересов, то, к сожалению, находясь на удаленном обучении, он еще больше изолируется от общества. И, конечно, это группа риска. Это те ребята, на которых классные руководители учителя-предметники должны обратить особенное внимание. Это те ребята, чьи родители, вполне возможно, должны обратиться сами за поддержкой к персоналу поддержки школы, к психологу, к социальному педагогу. То есть по возможности создать это общение еще с такими-то людьми, кроме учителей. Что бы вы могли пожелать ребятам, которые сейчас в девятом-двенадцатом классе, как раз-таки самые-таки ответственные выпускные классы, еще раз, может быть, вот как бы повторяя, закрепляя материал, на что им сейчас вот нужно обратить внимание, где самое вот главное узкое проблемное место? Самое главное узкое проблемное место, ребята, понять, что образование нужно вам самим. Ни папам, ни мамам, ни учителям. Все, что вы сейчас делаете, это вы делаете для себя и для своего будущего. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, будьте заинтересованы. Не останавливайтесь ни в коем случае. Не списывайте все на удаленное обучение. Даже на удаленном обучении школы всегда готовы пойти вам на встречу, организовать пусть онлайн, но консультации. Помочь вам главное, чтобы вы сами в первую очередь были в этом заинтересованы. И, конечно же, самое узкое место, сделайте свой выбор как можно раньше. Чтобы мы уже тогда тоже могли понимать, где вам помочь. Спасибо большое, Елена Ведищева, директор Рижской 40-го средней школы, член Ассоциации руководителей образования. Хорошего вам дня, спасибо большое, всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Мы делаем небольшую паузу, впереди новости на Радио Болтком, после чего продолжим «Утро на Болткоме». Вы слушаете Радио Болтком.